Давайте вот на таком красивом фоне я вам расскажу историю, которая произошла вчера. Значит, что случилось? Вот как раз мужики плавают, тренируются. Был марафон, 113-е, повторяется каждый год у нас в городе. И плывут с соседнего острова Кырк к нам сюда. Я хотела сначала в городе посмотреть всю эту историю, но потом думаю, ладно, не успевала, кое-какие дела, постоянно какая-то тусовка, массовка, суета. И я думаю, ладно, посмотрю с балкона. Конечно, не видишь в деталях, но когда масса людей плывет, и вокруг них кораблики, и поможешь, как это сказать, господи, вспомогательные разные еще техника, то, естественно, это, ну, это как дельфины какие-то прыгают, наверное, так вот на удалении выглядит. В общем, море кипит, народ, людей было очень много, заявки подали из 20 стран мира, разных стран, не только Европа. И, что я хотела сказать, отвлекаясь просто на народ, значит, из 20 стран там были разные категории, там, женщины, мужчины, возраст, близнецы, плыли в первый раз, в общем, по-разному. Смысл в чем еще? Кроме того, чтобы победа была, и чтобы, значит, этот марафон пройти. Мужики носятся в трусах, просто снимают, не хочу камеры. В общем, в марафоне ты, конечно, борешься за место, но и для себя, да, там, посмотреть свою силу, свою волю, сколько ты вынослив и так далее. Но на любом этапе ты можешь передумать, ты можешь отказаться плыть, никто ничего не предъявляет, вас бесплатно привозят на место, на точку заплыва, вас потом бесплатно могут вернуть. Вы можете в любой момент сказать, нет, не поплыву, и вы сядете в катер, вас с этим катером могут опять же сразу же куда-то отвезти, вернуть и так далее. Вообще не проблема. Плюс еще охранные катера смотрят, чтобы не случилось какой-нибудь беды рядом, да, ну, как вот у нас частенько повторяется. И что вот произошло? Женщина, значит, началось это дело все в 18 часов, значит, 6 часов началось, длилось, по-моему, полтора часа. И, блин, я вспомнила как раз где-то час, наверное, после завершения. И они прямо вот, значит, сюда, вот здесь люди, была все это закрытая территория, так сказать, сюда они подплывали, съемка и ограды, и толпа людей. И вдруг, а, как бы уже, по-моему, был победитель, все дело подошло к концу, а одна женщина упорно не хотела отказываться от заплыва. Хотя все закончилось, значит, люди, основная масса уже была на берегу. Ей, говорят, она была в возрасте, здесь в возрасте считается, ну, хорошо так за 60, в общем-то. Она не рассчитала силы, ей уже становилось плохо, ей говорили, давайте вы отдохнете, давайте вылезете. И ради нее, кстати, были обходные эти катера вокруг, они были рядом и наблюдали за ней. Она все равно упорно, нет, я доплыву, я могу. Победитель, по-моему, что-то там 44 минуты с копейками получилось, значит, очень быстро, остаток, значит, подтягивался еще минут 40, да, все вместе длилось, как я сказала, полторы минуты. И в итоге, представляете, ей становится резко плохо, то есть ей несколько раз говорили, ну, типа, видят, что она запыхивается, что она не может, она то да, то нет, то плывет, то не плывет. Ей уже говорили, давай, 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 нет, вылезь. Она упорно до конца, до края, и ей резко становится плохо, и все, она теряет сознание. Ее вытащили, уже не могли ее никак спасти, она уже была в очень плохом состоянии, в итоге ее перекинули в больницу нашу местную, она тут же рядом, значит, прям очень быстро все это произошло, и ее не смогли спасти. То ли сердце, то ли еще что-то, ты никогда не знаешь, тем более под огромным усилием. Многие, кстати, сказали плохо, что делают, на марафон сделали так поздно. В прошлом году и в этом он был вечерний, поэтому я, кстати, тоже очень удивилась, обычно он был такой дообеденный, как раз до самой жары, до пика жары, короче, люди как бы уже возвращались на берег. Естественно, тут и подготовка, ты же не пьешь, не ешь, толком сам заплыв час интенсивно, да, усиленный. Ну, наверное, скажут потом, что произошло на самом деле, но вот такая вот ерунда случилась, и, естественно, это немного испортило, ну, не немного, а вообще испортило атмосферу, потому что, когда уже дошли до цели и должны были получать награду парни, по-моему, парни победили, и потом дальше девчонки прям что-то там рядом по времени были, если я не ошибаюсь. Короче говоря, в итоге отказали награждение, не было никаких празднований по этому поводу, вот так вот. Я не успела, кстати, этот день, меня подруга звала, был концерт, 4 тенора, по-моему, называлось, и фейерверк. Тоже красиво было, классно, здесь постоянно какие-то праздники, сейчас смотрю здесь, в соседних частях города тоже что-то там, какие-то события происходят. Ну, надеюсь, что без каких-то эксцессов, в принципе, все так спокойно, тихо, с учетом, какая толпа и сколько народу, так неплохо, знаете, в город вообще действительно стараемся часто не приходить, не появляться, потому что днем битком везде, рассказывай, сзади скорая проезжает. Надеюсь, ничего страшного.